Коравлики в Анапе прокатят вас по морю. Ну вот мы вернулись в Анапу и пришли на море. Море огорчает нас сегодня. Анапский борщ. И простирается не до горизонта, но метров на 50-70 это все есть. Не знаю, может быть где-нибудь слева справа вода почище возле берега, но здесь вот такая вот она, возле санатория юность, санатория МВД. Но народ, тем не менее, народ купается и загорает. Ветер чуть-чуть прохладный, не самый комфортный, но вполне допустимый. Такая прискорбная картина. Радует только одно, что в море не постоянно. Вполне возможно, что завтра всю эту траву унесет в море. На пляже опять будет чисто. Ну а пока вот так. Привет, друзья! Вернулись мы в Анапу вчера. Вот сегодня приехали на встречу с нашим старинным знакомым. Из Кемерово он приехал в санаторий юность отдыхать. Приехали к ним на пляж юности. Искупалась я в нашем Черном море. Но турки считают его суровым северным морем. Мы смеялись. Но на самом деле в Средиземном не бывает ни таких волн. Может быть и не такой холодной воды. По длине у них, конечно, сезон туристический. Ну юность это санаторий ментовской. Вот они и бедолаги так и живут за забором. Вот их санаторий МВД РФ юность. Хорошо. Вот наш друг Рома Чукотко, прибывший из Кемерово отдохнуть в санаторий. Вот гляньте-ка у него и майка соответственно. Красавчик, ты патриот, да, Рома? Ну, временами. Когда мне выгодно, тогда я патриот. Ага. И родину люблю. Люблю отчизно я, но странную любовь. Понятно. Отдыхаешь здесь давно? Да. Собственно, у меня отдых уже послезавтра заканчивается. Я уже деньчат 15, наверное, 16. И в Анапе ты не первый раз. Случилось мне в 2011 году в декабре месяце здесь быть. Специально приезжал покупаться в холодном море. Оно на тот момент было 5 градусов. И на улице было от 5 до 15. И? А вот по лету первый раз. Ну, всего второй раз. Получается, по теплышку первый раз. Разница, конечно, ощутимая. Летом больше понравилась тебе Анапа? Летом теплее. Зимой хорошо на пляже никого абсолютно. Один купаешься, вообще никто. Никто не мешает. Хотя и сейчас как бы не было у меня проблемы с лежаками. Действительно. Почему-то я думал, у меня друг сюда частенько ездит. И вот он говорит, что летом тут вообще не продохнуть. Нет, меня миловал создателем. У меня не было проблем с лежаками. Не, ну, во-первых, еще в мае ты начал отдыхать. Это еще не сезон. У нас сезон когда открывается, Дим? Официально? 10-го числа. 10-го, чуть ли не 14-го июня открытие сезона. Так что тебе повезло. Да, мне посвартило, потому что мне оно и... Мне здесь тепло, мне вода нормально нравится. Бывает, как бы, она прохладная, наверное. Ну, все относительно. Понятно, что прохладное как? Ну, не парное молоко. Но для тебя в самый раз. Для меня в самый раз. Ну, а вам объявляют температуру воды? Какая она? Что-нибудь вешать? Оно вон, прямо на нашем пляже там. Температура воздуха, температура воды. Ну, самое интересное, что я обратил внимание. Три дня подряд была одна и та же температура показана. Три дня была щеки мораль. Первый день прям вот прохладноватая была. Во второй более-менее. А в третий было, ну, очень тепло. А написано было? То ли 16, то ли 18. В три дня одинаковая температура была. Воды, да? 16-18. А воздуха сколько пишут? 23-25? Да тут и 28 пишут. Ну, ну что, море-то тебя порадовало? Или было грязное, или холодное? Для меня нормально. Ну, бывает прохладное. Я обычно до завтрака прихожу уже искупаться. Где-то часов около семи я уже здесь. Класс. Бывает не жаркое, но... Если учесть, то я в 11-м году в декабре купался здесь. Мне ровно. Бывает прям очень теплое. Ну, день на день не приходится пока еще. Ну, все равно каждый день купался. Шторма не было за это время? Была волна один день, такая приличная. Ну, все равно можно было плавать. Это что? А водоросли напрягают? Меня нет. Я в деревне, в котловане купался, куда лошади с кобылами ходили, с коровами ходили, так что... А они все время, да, все две недели водоросли? Нет, нет. Ну, по большей части... То уходят все-таки иногда. Было вот три дня, что вообще не было. А так вот для берега есть они. Бывает, ну, немножко, а бывает, что вот как вот сегодня довольно-таки. Как сегодня, наверное. Как-то странно их называют какая-то... Камка. Да, и говорят, они якобы на песке растут. Вот почему нету на том пляже, который галичный, там нету. Ни корней, ничего у них, они тут как-то так странно произрастают. Там другие водоросли, вот там лечебные, их можно на пищевые добавки переработать. А люди здесь собирают, а эти не лечебные, да? Ну, эти... Ну, если веришь, то лечат, да? Ну, лечебные, в смысле, по ним ходить ногами, вот таким вот образом. Не, ну, если веришь, то лечат. Понятно. А в Анапу в город ездил, все-таки санаторий юности, он же далеко. В Анапу постоянно езжу и пешком хожу, люблю прогуляться, а тут по пионерскому идешь. В общем-то, ну, обычно туда, на набережную, там, где у них вся движуха. Очень красиво. И стараюсь старую Анапу еще прихватить. Вот, как лечебная улица, там еще некоторые домишки сохраняются с тех времен. Калинина, люблю там погулять. Немножко этих домов старая Анапа еще сохранилась. Набережная, конечно, обалденная, красивая. Вот вчера первый раз выбрался вечером, именно после завтрака поехал, после ужина поехал. Когда уже холодно, даже, может быть, и прохладно было. Вот жара спала, все это уже темно, так совсем другое восприятие. Огни и море, музыки, там, всякие мероприятия. А так обычно днем езжу туда. Ясно. А если пешком идешь далеко же? Полчаса идти? Нет, больше идешь. Больше уже? Да. Минут сорок, наверное, пятьдесят идут до самой набережной. И то, если в темпе. Ну, я любитель прогуляться, мне это не напрягает. А этой скандинавской ходьбой не занимался? Тут же предлагают, наверное. Сейчас можно? Да я хотел сам палочки взять, но что-то не взять. И к лучшему, наверное. Я бы к ним привязан был еще к этим палочкам. Я на тренажерчике хожу, у нас там в санаторий тренажер. То есть есть тренажерный зал отдельный и масса уличных тренажеров. Я там шевелюсь, вот с утреца размялся и сюда на море до зарядки. Нет, с палочками не хожу. Вечерком, иной раз выхожу, уже вечером. Иду, беру пол-литрушечку, пройдусь, посижу, полюбуюсь Анапой. То есть уже вечером, уже никого, уже темно, уже прохладно. Посижу, так вот впечатляет. Вот темно, она посветится вся огнями, обалденно. Там все расцвечено. Море вот оно, как правило, белый пароход на пирсе. Сидишь просто. Отдыхаешь. Да, да. Отпуск есть отпуск. Ага. Нынче я себя веду здесь прилично. Если в прошлый раз написал песню басяцкую, там многое из того, что было, было. Нынче я обликом орали. Обликом орали. Ага. Еще хочется приехать. Еще хочется приехать. А тем более, вот, приехал, вот, теперь у меня друзья здесь. Раньше приезжал, вообще никого не знал, а вот с друзьями встретились. Значит, это, теперь мы тут живем, глядишь, приедешь опять же и с нами увидишься. И отдыхать тут хорошо, скажи. Очень хорошо. Да переезжай вообще совсем. Ребята, сложно оторваться. Я вот сейчас Ксюше говорил, что у меня сейчас, как бы, круг общения появился такой большой. А если раньше у меня там было полтора друга, которых мне хотелось оставлять, то сейчас вот эта вот движуха вокруг лучшего, которая все... Сейчас вот с Тимирбайчем мы спектакль ставим. То есть в кое-то веке настоящий актер с нами занимается, наверное, все же. То есть вот движуха собралась такая вот. Везет теперь. А нам здесь этого очень не хватает. Тут нету театра. У нас тоже не театр. У нас тоже театр. Мы тоже, наверное, как были эти раньше, лицедеи. Собралась движуха просто. Народ отпочкал. Ну, тут, как Андрюша Утина сказал, говорит, чем хорошие, все лучше, люди после этого еще чем-то занимаются. Вот Анжелика Кириченко сейчас собрала эту толпу, и мы пытаемся что-то... Не, ну в Кемерово просто очень большая тусовка театральная и около театральная. На самом деле и зритель там подготовленный. Здесь этого ничего нет. Как в райцентре. Как вот у нас где-нибудь, например, в Полысаево. Вот что там? У вас свои предыдущики. Почему? У нас тут есть две литературные студии. Вообще. В Анапе две литературные студии? Да, да. Ну, литература это не совсем театр, я бы сказала. Ну, понятно. Ну, театр какой-нибудь есть. Мы просто не интересуемся. Нет, театр городской есть, но он летом отдыхает. Городской это название, это ДК. Там нет трупы. Там трупы нет. Я примерно так и понял. Была бы трупы, их эксплуатировали круглогодище. У них бы не было такого. Тут только антрепризу привозят, Рома. Только антрепризу. Ну, видимо, самодеятельный какой-то вот такой что-то, наверное, там. Может быть. Но мы видели только танцевальные, певческие. А, даже так. Понимаешь, вот это, очень много здесь танцуют и поют. А чтобы театральные какие-то постановки, пусть самодеятельные, ни разу мы не встречали, не попадали на них. К сожалению. Вот и мы учитесь теперь, уехали. Вот и мы учимся, да. Оторвались от хорнятия. Хоть к вам приезжай на спектакли на ваши, блин, все. Вот он, санаторий юность. Нравится тебе здесь отдыхать, Ром? Очень мне нравится. Второй раз приезжаю и еще, если будет возможность, поеду. Ага. Очень нравится. Как там в мультике было? Сметаны. То есть кормят хорошо? Кормят хорошо. Анимация обалденная, скучать не дают. Прям даже взрослым не дают скучать? И взрослым не дают скучать. Я танцую здесь в зумбу! Обалдеть! А какая красота! Розы. Тут даже каток есть. Туи. Каток? Да. Пластиковое покрытие, да. Пользуется спросом? Не сказать, чтобы очень. Как-то народ непривычен по каткам. А еще маленькое скольжение другое. Вот со мной тут человек, он вообще в хоккей играет до сих пор. Он говорит, я даже вставать не стану. Ну что, тогда тебе приятно отдохнуть последний денек и в добрый путь на родину? Подожди, немножко про санаторий. А, ну давай спроси. Находится удобно на Пионерском проспекте. До моря 500 метров. До моря 500 метров. Что-нибудь такое? До набережной, до центра километров 5 или 6. Но я хожу в удовольствие пешком прямо туда. Красиво по Пионерскому идешь и радуешься. На санатории, на санатории. Тут зелени столько. Не то, что по городу. Единственное, как вот если говорят люди, жить бы здесь, я все-таки привык, что зима должна быть. А, скучал бы по снегу? Да, наверное. Может быть, через какое-то время адаптировался бы. А пока вот мне нравится отдыхать, приезжать туда. Оно, конечно, впечатление совсем другие. Оно не замыленное. Может быть, когда начнем жить, то уже не так будет. А так... Короче, ты рад, что приехал. Конечно. И мы рады, что с тобой повстречались. Вас встретил. И не надо приезжать по нам в декабре. Надо приезжать. Да, старайся летом. В декабре я ехал с конкретной целью. А еще в сентябре здорово. Бархатный сезон. Опять же будет поменьше туристов. Почище море. Так что давай в следующий раз в сентябре. Ну, очень всего летом, когда розы цветут. Но все-таки это город роз. Розы обалденные, розы обалденные. Тут единственное все, что я много наснимал, это сестре показать, какие тут розы. Какие. Насчитал 220 шагов. Вот там центральная аллея у нас. Там всего пять разрывов. Где-то от шести до десяти шагов. А 210 шагов в клумбаре идут розы, розы, розы. А на ручку. Устан.